Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел там девушка плакат поднимала, на котором написано Путин бай-бай. А, бабай. А, господи, боже мой. Старость слабоглазами стала, извините. Здесь написано Путин бабай, это по-татарски, дедушка Путин, так вас не называют. Так звучное татарское слово помогло челнинской журналистке Лилии Павловой озвучить самый обсуждаемый в Татарстане вопрос последних месяцев о преподавании татарского языка. Мы, конечно, переживаем, не будет ли нам хуже. Принято решение Министерством образования, но мы хотим услышать, не поднимете ли вы через год, через два, через три снова этот национальный вопрос? И не стоит ли в ваших планах укропнение регионов, о котором сейчас все говорят? У нас нет никакой остроты в сфере национального, так выразились, вопрос. Второе. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно. Создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни. Ну вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня и друзей много, но ведь татары проживают не только в Татарстане. Половина примерно татар проживает в других регионах Российской Федерации. У всех должны быть равные стартовые условия. И если люди будут знать свой национальный язык, о чём я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным на самом деле, и будут когда отставать в языке межнационального общения, в русском языке, преподавание в ведущих вузах страны ведётся на русском языке, мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и всё, что нужно точно обеспечить, нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость, и это наше богатство. Культурное, языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано. По поводу же укропнения регионов, президент ответил, что это возможно, где есть экономическая необходимость. Но в отношении национальных республик таких планов нет. Наверное, иногда есть смысл в этом укроплении. Но, и я хочу подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках на автономиях меня услышали, мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укроплению, по сливанию и так далее нет и быть не может. И сразу же после ответа президента на этот вопрос мы связались с Лилией Павловой. Многие говорили, что это что-то грозное, что Бабай, это Бабайка. Я всем говорила, что нет, это дедушка, так же, как есть дедушка Мороз, как был когда-то Ленин Бабай, дедушка Ленин, так же, вот сейчас Путин Бабай. В этом нет ничего страшного. Я довольна, потому что это были вопросы, которые беспокоят очень многих, а в нашей республике и в других регионах. Поэтому я думаю, что многие сегодня успокоятся. Еще одна важная тема ситуации в экономике. Владимир Путин сообщил, что в этом году наметился рост и вырос поток инвестиций. Прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. И лучший показатель за предыдущие четыре года. На сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики. Владимир Путин сегодня еще раз объяснил, зачем он идет на выборы. Главное, как он сказал для него, развитие страны и повышение доходов граждан. Главное, на чем я считаю необходимо сосредоточить внимание, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры. Если говорить конкретно, это инфраструктура, здравоохранение, образование. И это без всяких сомнений все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан. Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина стала 13-й по счету и рекордной по вниманию СМИ. Заявилось 1640 журналистов. По традиции такие встречи идут несколько часов, и глава государства отвечает на самые злободневные и острые вопросы. Все подробности в нашем вечернем выпуске. Дмитрий Ирин, Альбина Минебаева, ТНВ, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова